Продолжение следует... Добрый вечер. Мы после перерыва возвращаемся к нашей серии уроков по статье Равкука «Служение Бога». Я приветствую всех, присоединившихся к нашему уроку. И мы начнем, как всегда, с повторения. Краткое содержание предыдущих серий. Повторение просьбов. Мы говорили про два типа видослужения. Нам сейчас рад сам объяснить. В общем-то, я забегал вперед. Одно служение – это служение раба, это служение кошерное, но оно опасно, как мы сказали. С него можно скатиться в видовопоклонство и в другие нехорошие вещи. Другое служение – это служение сына. Мы также упомянули… Служение неизменное. Служение раба. Кроме того, что оно кошерное, оно еще нужно. Но опять-таки забежали вперед и сказали, что раба упоминает, зачем оно нужно. Оно нужно для случая, когда человек больше скотина, чем человек, в начале развития. То это служение принижает человека, и оно давит скотину. И это для скотины очень хорошо. Когда человек, наоборот, больше человек и меньше скотина, то это давление уже начинает быть из положительного, отрицательного. Давить человека – это плохо. Прошлый урок был относительно сложный. Мы объяснили, раб объяснил, что служение Богу напрямую, относясь к Его Божественной сути, – это одновременно высшее и низшее служение. Низшее служение – это детское служение, инфантильное служение. А высшее служение, мы сказали, что это тоже служение не через Божественную дьяволь, не через природ. Это напрямую отношение к Божественному. Мы сказали, что это стремление к Богу, которое внутри каждой души, внутри каждого человека, и оно есть. Его нельзя никак замолеваться. Его нельзя никак отречься, что ли, и сказать, что я замолю. Но раб начал давать этому стремлению место. И мы, видимо, с этого начнем сейчас урок, потому что в следующий урок он продолжает давать этому стремлению место. И это место, оно такое вот очень иррациональное. Это место даже не на уровне четкого определения в мыслях. Это ощущение. Я должен остаться на это ощущение. Давайте мы поэтому немножко вернемся на следующий урок. Сейчас я сделаю share и продолжим. Я немножко это повторение прошлого. Однако эта великая истина так и останется на уровне неясного внутреннего ощущения. Отношение к Божественной сути, стремление к Богу, к Высшему Непознаваемому и так далее должно остаться у человека на уровне неясного внутреннего ощущения, которое не может оформиться в конкретного детализированного мысли, то есть это ощущение, это даже не мысль четкая, не сможет порождать сильные чувства и значительного порядочного действия. Вот там место к этому стремлению к Богу. Там это правильно. А как? А что должно занимать на мысли, чувства и действия? Поэтому все сокровища мысли и все достижения разума, практически, абстрактные, источником которых является внутреннее чувство. Это внутреннее чувство. То есть нужно работать как ядерный двигатель, как внутренний мотор, от которого уже происходят, развиваются какие-то вещи. Все сокровища мысли и все достижения разума, практически, абстрактные, источником которого является внутреннее чувство. Внутреннее чувство мы сказали, это вот то самое отношение к Божественной сути. Все они могут быть и порядочно, и упомняты только в пространстве идеалов, которые приходят со стороны к качественному отношению, Рожден и обозрел человеческой мыслью, которая только и может быть истинно, практически, вместе с тем идеалом. Реализация, даже на уровне мысли, а тем более на уровне действия, наше расстремление к Богу должно быть по-правильному, по-хорошему, через Божественные идеалы. То, что мы говорили большую часть времени на секторе выше природы. Итак, это было повторение, мы поэтому пропустим какую-то часть, что было на прошлом уроке и перейдем сейчас к тексту, к нашему. И поэтому заложено в природе человеку, что стоит ему заговорить о сути Бога без видения Божественных идеалов, с помощью которых уподавляют форму ее обоясений, благодаря великой силе пророков. И Режестамин обратится к этому своих мыслей и к своему служению, тут же охватит его такое темное и печальное чувство, от которого он не сможет освободиться. И не удерживается он на этом уровне своей повседневной жизни. Мы сказали тоже в прошлом уроке, что служение на уровне отношения к Божественной сути, мне невозможно постоянно, то, что называется, быть напротив Бога. Невозможно постоянно в своих мыслях держать отношения к Богу. А вроде бы это от нас требуется, постоянно быть, видеть себя перед Богом. Правоговорить, когда мы относимся напрямую к Божественной сути, невозможно. Это слишком тяжелый груз, и человек пытается убежать очень быстро. А если вы будете говорить о Божественных идеалах, это уже легко. Как вы сказали, революционер, что бы он ни делал, он занят революцией. Поэтому все, что он делает, 24 дробь 7, он занят важным делом. Человек, который исправляет мир, занят развитием Божественных идеалов, принципиально понимая, что Божественные идеалы исходят от Бога, человек такой перед Богом, по крайней мере, по объяснению Равкука, постоянно. Итак, если мы будем относиться к Божественной сути, то сразу же у человека будет темное и печальное чувство. Как мы сказали, это тяжелый груз. Это тяжелый груз, и невозможно, как Рав тоже говорит, постоянно и во время повседневной жизни, постоянно быть напротив Бога, и не удерживаться на этом уровне своей председневной жизни. Если же найдет в себе внутреннее стремление к этому, с какой бы ни было стороны, тогда придется ему выделить в своей жизни сжатые рамки определенное время для этого занятия. Рав Шерхи это определяет как религиозное чувство, и Рав Шерхи не любит религиозное чувство. Он говорит, что вообще нет такой вещи, а если оно есть, то это ничего хорошего в мире. Как сказать, у него есть желание, не знаю, доброе дело, не знаю, синагогу подарить там чего-нибудь. Или еще там, еще что-нибудь сделать, да? Хорошо, но если человеку это надо, и у него исходит внутреннее стремление отношению к Богу напрямую в Божественной Суте, нужно выделить этому делу какое-то небольшое конкретное время, и все. Если найдет в себе внутреннее стремление к этому, с какой бы ни было стороны, тогда придется ему выделить в своей жизни сжатые рамки и определенное время для этих занятий. Если же достигнет эта идея пространства общественной и национальной жизни, возникнет великое и мощное противостояние на границе между мирским и духовным. Когда мы относимся к Богу напрямую к Божественной Суте, у нас и пытаемся это отношение приложить к общественной жизни, к национальной жизни, у нас происходит очень сильное напряжение между Богом и миром. Либо Бог есть, либо мир есть, да? Есть такое известное противоречие. На уровне общественной жизни отношение к Богу, как вот внутренней Божественной Суте, если мы попытаемся это реализовать, у нас будет взрыв, у нас будет очень сильное напряжение. Великое и мощное противостояние на границе между мирским и духовным. То есть это вообще нельзя. Это будет вредить. Такое отношение к Богу напрямую через отношение к Божественной Суте, его, если мы пытаемся приложить в нашей общественной жизни, это будет просто по-тоскому. Не в том случае нельзя. Однако, не так это, если человек хочет говорить о Боге через Божественные идеалы. То есть со стороны такого понимания Божественности, которое мы сейчас хотим противопоставить пониманию Бога, как сущность, в заключенное восприятие. Тогда естественным образом наполнится человек силой и желанием жизни и радостью. Он почувствует тогда, что его душа вознесет. Возможности путешествуют в пространствах широкого размаха, поднимаясь и возрастая, дабы обрести место для сильнейшего, наиболее природного внутреннего желания человеческой души. Желание справедливости и стремления к утонченному представлению благовым действиям. В масштабе наиболее впечатляющего широкого до выжделения высот мира. Здесь однозначно явно. Раф противопоставляет, особенно в общественном пространстве, но также и в личном, служение раба и служение судьи. Служение из любви и служение из страха. Я приведу здесь пример, то, что раб говорит. Здесь он немножко больше говорит в параллельной статье знания Бога. Здесь у нас служба Богу, та статья называется познание Бога. Там раб говорит, что стремясь к Богу, приближаясь к Богу, относясь к Богу через божественные идеалы, человеку действительно легко, свободно, радостно и просто. Относясь к Богу напрямую в божественной сути, человеку очень страшен. Почему? Мы это повторяли, будем повторять еще. Отношение напрямую к божественной сути это абсолютно чужой, который очень абсолютно непонятный, чужой, очень сильный, требующий от меня всяких вещей и угрожающий. Это очень сильно подавляет. А почему развитие божественных идеалов, оно наоборот такое радостное? Потому что я, в общем-то, развиваю самого себя. Потому что я начинаю двигаться от самого себя. потому что в моем сердце есть зачатки по крайней мере всех идеалов. Правда, справедливость, мира, суда и так далее. И именно, как мы вот сказали, именно в этом смысле также постоянно я могу находиться напротив Бога. как наш любимый пример с революционером. Когда человек исправляет мир, он постоянно занят, он постоянно думает, как исправить мир, он все подчиняет своей главной цели и понимая, что за этой целью стоит Бог, человек, в общем-то, все время напрямую напротив Бога. А когда Бог это чужой такой, то, естественно, жаль, наоборот, его убежит. Да, то есть, давайте еще раз посмотрим, что она говорит. Когда мы относимся к Богу по отношению к его сути без божественных идеалов, тут же его охватит такое темное эпидемиальное чувство, от которого он не сможет освободиться. Однако не так это, если человек хочет говорить о Боге через божественные идеалы, аскад, тогда, естественно, образом находится человек силой и желанием жизни и радостью. Он почувствует, что душа возносится и путешествует в пространство широкого размаха, поднимаясь и возрастая, дабы обрести место для сильнейшего и более природного внутреннего желания человеческой души. Это, кстати, тоже очень важное противоречие. Естественное природное движение душе и святость, и божественные требования. По первому подходу они воюют друг с другом. Святость должна обуздать природное человеческое движение. Однако на втором этаже, на более высоком уровне службы как сыну через божественные идеалы есть уже место для естественных проявлений души, природных это уже статус предоставлено. Это очень важно, потому что обычно мы привыкли к тому, что святость и природа они воюют. Во время избавления мы должны их тоже помирить. Это высшая избавленность. Радость походу это тоже упоминает. Не просто душа возносит и путешествует в пространство широкого размаха, поднимаясь и возрастая до вабриски места для сильнейшего и наиболее природного внутреннего желания человеческой души. Мы уже не воюем желанием души, мы уже его возносим. Этим отличается святость от морали. Желание справедливости истины, стремление к утонченному проявлению и благому действию это все есть, заложено по крайней мере в зачатках в любой человеческой души. И поэтому развитие этого это развитие себя, движение от себя. А противоположное движение это пытаться наладить диалог с абсолютно принципиально непонимаемым абсолютно чужим. Что в общем-то сразу очень сильно давит и пугает. И здесь начинается уже критика. Так дальше давайте может быть сделаем здесь небольшой перерейф. Я остановлюсь и если кто-то хочет что-то сказать давайте я послушаю переведем это немножко на диалог. Да пожалуйста у кого-то есть какие-то замечания, добавления, понимания по нашему текста. Я могу. Да. Сейчас я попробую камеру. я просто мне показал что здесь ну вот этот отрывок на две части делится если я правильно понимаю. Первое то что относится персонально к человеку и второе то что относится вот к обществу уже на уровне социума. потому что мне кажется что вопросы вот там то что в начале написала просто текст не могу одновременно смотреть вопрос о том что такое сущность да божественная человек все равно себе будет задавать неважно ну да неважно пугает это темное или не темное но как он самый дальше в предыдущих уроках мы читали наговорить что если ты переходишь с одной ступени на другую это даже ну нельзя оставаться в том же состоянии то есть наверное на каком-то может быть начальном этапе ты не задаешь такие вопросы но после вопроса сложнее и сложнее и человеку это свойственно а вот на уровне общества наверное должен быть другой подход я так не знаю я так мила спасибо если правильно задавать вопросы хорошо всегда мы не против задавать вопросы имеется ввиду что когда я про Бога могу задавать много вопросов на уровне мыслей мудрости на уровне ощущений но если мы попытаемся определить Бога то определение Бога уже нет никаких определений принципиально соответственно если я начну относиться напрямую к Богу мне мудростью мне моей мыслью не за что зацепиться как я я учусь в этом мире сопоставляя что-то знакомое новое с чем-то уже знакомое Бога нельзя сравнить ни с чем из того что я знаю видел вот Америку ну да поэтому он и говорит что нужно выделить время для занятий если задаешь такие вопросы соответственно следовать пророкам учителям и так далее соответственно если ты начал задавать такие вопросы ты должен идти по этому хорошо хорошо я мне правда несколько раз не было наверное потому что пропустила но и Раф сама говорит что как бы это издает тяжелые ощущения у человека как вы объясняете из-за того что он не может сопоставить божественную сущность ни с чем в этом мире это абсолютно непознаваемая вещь поэтому любое стремление соединиться с божественным оно как бы поэтому видимо навевает такое абсолютно непознаваемое тяжелое тяжелое ощущение с другой стороны очень сильное потому что я хочу что нас требует он нам угрожает это все вместе чего угрожает на самом деле не будешь вести хорошо я тебя в пыль в болотную превращусь ну хорошо нет если мы опираемся на сказанное карету там есть много позитивных обещаний если же мы говорим об абсолютно не если мы говорим я думаю об абсолютно непознаваемой это тоже неоднозначно ты можешь вести себя может быть и хорошо можешь вести себя плохо и реакция его непредсказуемой поскольку я совсем его не понимаю несмотря на то что написано в тарелах его взаимоотношения награды наказания секунду взаимоотношения награды наказания это уже внешний уровень это уже как перчатка чего-то такого ну как Рамхаль говорит за этим скрыто герои худо то есть что его сущность как бы не тоже не его сущность но уже более близко к его сущности поэтому это даже мне кажется не обязано пугать это может пугать а может быть может и не пугать человек пытается про это наша статья про это наша статья как относиться к божественной сути так чтобы это не пугало через идеал я поняла но даже если не через идеал мне кажется тут другая сторона может быть я не знаю она проблематична потому что если ты хочешь миновать идеал это вообще в принципе опасно то есть конечно суть выражается она проявляется и через идеал но они как бы не являются сутью поэтому когда я соотношусь с сутью как бы идеал вообще остается в стороне и человек может попасть неизвестно куда если он оставляет идеал в стороне вот что я хотел сказать чтобы не понял еще раз если человек видит себя или грубо тем более группу людей или там страна как соотносящаяся сутью всевышнего минуя всякие идеалы в этом есть большая проблема потому что тогда он не опирается вообще на идеалы он говорит что все эти идеалы это как бы внешнее проявление на самом деле то что в сути там нет никакой не справедливости не доброты не это правильно это правильно да но если ты строишь свои отношения с Богом на обход идеалов то у тебя в жизни не реализуются то ты скажешь идеалы вот все эти вообще справедливость доброта милозерие но это все чувство потому что на самом деле в сути всевышнего это не имеет это опасно человек не может конечно это приводит к идолопоклонству и к плохим вещам несмотря на то что напряженности между святостью и мирским получается что человек мирской говорит я хочу милосердия я хочу справедливости и так далее а ему святое говорит а это все слуха это все внешне а то что хочешь всевышний это единственная верность и это разрушительное очень да 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 здесь я полностью согласен здесь я абсолютно верно согласен то есть вот именно мы это уже обсуждали я хочу немножко развить мы это уже обсуждали мы это обсуждали у Равкука есть очень интересная и удивительное по крайней мере на мой взгляд определение правды истинности в юдаизме в науке допустим истинность это я повторяю что допустим эксперимент да а что такое истинность в юдаизме Равкук объясняет истинность в юдаизме это как моральное продвижение и с этой точки зрения правильное представление о Всевышнем он выше всех идеалов и это все внешне это абсолютно верно но если я напрямую вот так вот буду обращаться к Всевышнему это меня вместо морального подъема морально урон соответственно по юдаизму это не правда а лучше и это то о чем мы учим в нашей статье сейчас нам очень важно первым делом и кстати если по простому прочитаем то что мы там увидим отнестись к Всевышнему как к моральному субъекту его требования это не прихоти какого-то очень сильного не прихоти башка и дело поклонства работает по прихотям вот Богу захотелось так Богу захотелось так принципиально вот что проходит через красную нитью через стол через стол требования Бога это по морали по справедливости наказание Бога по справедливости Бог не действует как ему вздумается он себя ограничивает справедливость почему потому что только через эти ворота пройдя на следующем это нас приведет к правильному пониманию Бога и к правильному развитию мира и только пройдя это как мы повторяли на ее уроках это основная в общем-то лейтмотив Танаха всего а что Танаха говорить если мы знаем что это неправильно Бог на самом-то деле не действует по справедливости действует как ему нравится он действует продвигая свои цели это правда так вот это ложь и это правда то есть правильный здесь критерий это морально после того как мы на протяжении всей человеческой истории будем воспринимать Бога как моральный субъект личность в которой у меня может быть диалог а не как обезличенная допустим природная сила мне нечего обсуждать стилы гравитации мне нужно понимать как она работает лучше с ней не ссориться не выпадать с пятого этажа вот такое представление о Боге Тора пытается выжить коренным железом она пытается нам поднести представление о Боге как о моральном субъекте даже если это не полная абсолютная правда до полной абсолютной правды мы доберемся но нам очень верно очень нужно это нас строят как цивилизацию как личности это правильная дорога поэтому дорога Богу это именно по правиле дороги сперва мы представляем Бога как морально субъект а только потом мы понимаем что на самом деле Бог выше этого потому что если мы поймем что Бог не ограничен моралью до того у нас понимание это будет что Бог ниже этого то есть Бог не ограничен морально то есть это не моральная сущность и это очень страшно то есть это страшно с моральной точки зрения это страшно просто это пугает это в общем то что мы пытаемся объяснить поэтому это именно так это абсолютно верно именно поэтому Тора и вся Библия очень очень сильно объясняют и поэтому им в общем-то Танах и Торе Ему не так важно, что мы даже, может быть, ошибемся и будем думать, что у Бога есть руки и ноги. Ему гораздо важнее, чтобы мы поняли, что Бог – это моральное соблюдение. Хорошо, спасибо. Здесь начинается у нас критика христианства. И обратите внимание, это здесь вместе смычка, по тексту это близко к тому, что мы сказали, если мы хотим прямое отношение к Богу, приложить к общественной жизни, будет нас очень плохо, будет очень сильное напряжение между миром и божеством. Это черта, разделяющая между понятием служения Богу, которое принято в религии, всякого народа и племени. Даже у тех из них, которые опираются в основе на святые писания, но не открылась нет божественной истины в качестве действующей наслаждающей силы их истории. Пыталось ли божество прийти забрать народа из среды другого народа и между тем же самым понятием не Израиль? Чем тут принципиально Израиль отличается от среды других народа? Тем, что Бог вел израильский народ самостоятельно, вмешивался в другую историю. Или по-простому, евреи встречались с Богом. У них была встреча. И поэтому то, что написано и сказано потом, главное это встреча к народу. А у тех, кого встречи не было, есть уже возможность понять это преградом. Конечно, религии, которые опираются на святые писания, это у нас христианство и мусульманство. Общее понятие, принятое у всех народов, в соответствии с тем бледным отблеском, которое восприняли они из света Израиля, не способно подняться над пониманием идолопоклоннической своей основы. Ведь в нем проявлена только внешняя сторона влияния Тора и общины Израиля. А именно, подчинение и служение некой возвышенной сущности, при полном отсутствии отношений, основанных на идеалах, в сути самого служения. Это служение, источник которого ужас и собраган. Не трепет перед достоинством и величием, которым возвышает ее, обогащает ее и наполняет внутренний год. Человека того, что почитаем ему в руку. Не блаженствуя любовь, в свете сопровождающей их радости и душевного покоя. Как мы, по крайней мере, простое, что мы с вами будем вспоминать из христианства. Всевышний дал людям заповеди, потому что он их не любит. Поэтому он евреям дал по цифру. Много заповедей, все остальные поменьше. Почему они хуже? Потому что заповеди можно, не дай бог, нарушить. И тогда у тебя будет это самое. За нарушение божественной заповеди ты получишь до скончания веков гиену огненную. Напротив этого, примерно в то же самое время, как раз и составили Мишну. Захотелось и вечно удостоить Израиль, и поэтому дал им много заповедей. Как объясняет Рапшерки, здесь внутренняя точка – это неокончательное неверие, внутренняя возможность чума. Что согрешив и приступив к кулу-то заповедь, что честно нельзя или можно расставиться. Евреи в это верят, а христианин нет. Не таково понятие служения Богу. Вот здесь, видимо, как Елена сказала, прощупывается, может быть, как раз разница. Между общественным и личным подходом. У Израиля, как общества, видимо, как народа, становится впаянно отношение к божественному и вообще к жизни через развитие божественных идеалов. Именно как определение народа. Петербург расскажет вам немножко чуть позже. В них сокровища, плач жизни, радости и наслаждения, сокрытых в самой природе. Базадусь ты, Израиль, в Создателе, в своем сына, для Циона, будут ликовать своему царю. Тогда насладишься ты Богом. Я опять забегу немножко вперед. Раф будет объяснять, почему так. Он объяснит, что это так, потому что народы приняли еврейское воздействие, когда с двух сторон еще не созрели. Народы были к этому еще не готовы, с одной стороны. И евреи к этому были тоже не готовы. Евреи в этот момент находились во время разрушения храма в самой нижней точке. И поэтому они могли дать... Как это так? Очень, получается, протух источник. Вода заплесневела. А народы были еще не способны это делать. И вот такое вот приникание к источнику, оно, в общем-то, породило что-то, что, с одной стороны, продвинуло мир вперед, с другой стороны, его отравило в той или иной степени. Раф скажет немножко позже, что народы не были готовы принять, а Исраиль не был готов давать. И объясню это подробно. Соответственно, намек на сегодня. Что ситуация, насколько я понимаю, она как раз противоположная. Рафта тоже нам расскажет, что как, как бы, то есть ну, христианство и мусульманство возможно исправление, когда они вернутся пить что-то из рук Исраиля и оставят свои, как бы, идолопоклонческие какие-то примеси. Но для этого Израиль должен вернуться к своему величию. Израиль не может если чтобы воздействовать, Израиль должен быть в величии, в своем мнении, наоборот, низменности, как-то произошло, преобразовавление христианства. Но это промо на то, что будет. А пока вот то, что происходит из-за этого вроде бы кошерного отношения к Богу через его суть, такое вот восприятие, это у нас получается восприятие практически идолопоклонническое, несмотря на то, что мы говорим про монотеизм. в тот момент, когда мы воспринимаем это служение, которое определяет, когда мы определяем это служение как служение, внешняя сторона, а именно подчинение и служение некой внешней сущности, возвышенной сущности при полном отсутствии отношений основных на идеалах. есть Бог, вот у нас что-то требуется, он велик. Ну, это и правильно, чужой богом не служит, все хорошо, как раз это называют. Не способна подняться над пониманием идолопоклоннической основе. То есть, даже если снаружи насмонотеизм, даже если мы скажем, что христианство это не шитух и так далее, снаружи мантеизм, признаем одного Бога, разбили все иголы. Внутренне это идолопоклонческая основа. В чем тут идолопоклонческая основа? Обратите внимание, что мы сказали, часто написано в первый раз. Это вообще не потрясающе. Делопоклонцев мы сказали, его принципиально разница не в том, что сколько богов один или два. или не в том, если у бога руки или ноги. Несмотря на то, что очень важно, чтобы бог был отдельный, что рук и ног у него нет. Но это второстепенно. А что важно, что бог это моральный субъект. Это самое важное. Соответственно, понимание бога как возвышенные сущности при полном отсутствии отношений в основных идеалах это корень белопоклонческого отношения. Несмотря на то, что это можно как легче, это можно сказать как кошерное, это уже не раба, это нормально. Это нормально может быть у игре. Почему? Потому что они с богом встречались. Лично. А когда идет уже передача дальше, это плавно. Я остановлюсь на этом. Я хочу понять это, услышать ваше ощущение отношений к вашей линии. Получается иногда совсем странная вещь, что народу мира запрещено служение раба. Они должны как разумный человек, как сын должны понимать и в этом служить. Напрашивать такой вывод очень интересный. Вроде бы нигде такого не видели. Но если выставили на какую-то цепочку, это происходит вот так. Я слышал Раф Шеркель, безусловно, он говорит, что у Раф Кука есть по отношению к христианству и положительные статьи, и отрицательные статьи. Он и положительные вещи видит, и отрицательные вещи. Раф Кук когда подводит итог, он говорит, что по итогу то, что вообще возникло христианство, история не терпится соснательного наклонения, было бы видимо лучше, чтобы его не было. А как же тогда народы были бы без морали еврейских и так далее? Они бы развивались естественно, и это было бы лучше. Раф это приводит на уроках по войне, что вот эта мораль, которая не соответствовала внутреннему соотношению души, она душу сжимала, давила, как прожила, и это потом давало сильный выход в войнах, особенно в последнее время. Но это немножко другая тема, очень сложная. Мне очень понравилось, что сказал. Нельзя ничего сказать против, потому что по тому, что мы учили, это естественный вывод. Потому что сказано очень интересно и очень я люблю. Спасибо большое. Кто-то еще? Меня срабатывает немножко надо сказать. Дрожь. Я хотел сказать, что мне кажется, суть не, хотя он не говорит напрямую, что это про христианство, суть не в том, что там, не знаю, боятся они чего-то и так далее. Суть в том, что разделяют духовное и мирское. А раб здесь говорит как раз, что через вот эти божественные идеалы, нельзя это разделять. Нужно постигать как бы божественное через идеалы, а не ставить вот эту границу. Мне кажется, вот в чем самая большая разница. Это верно, но потому, что мучим это следствие. Следствие чего? Следствие отношения к Богу напрямую. Когда мы попытаемся, то есть как-то происходит с народами. С народами христианство это попытка завязать связь, контакт с Богом, поставив народ Израиля в сторону. Тора есть, перевели ее. Мы сами сусами, нам не нужно Богу напрямую без посредников, народ Израиля не нужен. Тора есть, Бог обращается ко всем народам, ко всему человечеству, берет из песни. И тогда получается, что отношение к Богу происходит через его божественную сущность напрямую, без божественных идеалов. Когда происходит очень сильное напряжение между общественной жизнью и чем-то связанным с Богом, святым и так далее. У Израиля, видимо, на уровне народа этого нет вообще. На уровне человека возможно служение на уровне раба. А на уровне народа этого нет в принципе. Опять-таки, этого не написано, или написано, но такое у меня складывается ощущение из-за остановки. Так что большое спасибо, Лена. Кто-то еще? Я просто хотел спросить, я не очень приняла. Вы думаете, что этот шитов совсем не связанно? Я скажу такую вещь. Мне кажется, раб проводит критику и христианское мусульманство на три этажа выше, чем мы привыкли. Мы привыкли воевать там, а Христос он сын или отец. А вот то, что сказала Елена, а вот есть разница между божественным мирским, или это совмещать. Это шитов или это не шитов, христианство это делопоклонство или нет, раб тут берет само делопоклонство и проходит кого корень. В чем корень делопоклонства? И оказывается у нас очень странные выводы. Не в количестве богов. И не в том, что если там у них там руки-ноги головах, разница в том, что представление бога это о моральной личности, о моральном субъекте. Это самое важное. И когда богов много, этого невозможно. И так далее. вот это основная вот самый глубокий корень разницы принципиального подхода самого глубокого к божественному у Израиля и не Израиля. Это можно брать у Израиля только когда Израиль в своей великой фасхистии. Еще один важный момент. Они считают, что уже было спасение, что уже восьмой день. это вот они перешагнули через этап тужения, идеалы, через воспитание морали. Все уже нам мораль не нужна, мы все равно с ней не справляемся. Вот пришел спаситель нас всех спас, и мы уже за эти восьмом дне. Поэтому они празднуют воскресенье. Это тоже следствие. Да, Не разбирать следствие. То, что вы говорите, что восьмой день. Нет, это следствие, ну как бы это идут свидетельства того, что действительно они так представляют себя. То есть возможно спасение действиями, спасение только через веру, конечно, используется как магическое, мистическое действие, неспособленный этот мир, мы от него наполовину отчаиваемся. Да, но на самом деле с исторической точки зрения, особенно как это мы не то объясняем, есть седьмой день, в котором мы находимся, седьмой день творения, когда Всевышний сокрыт, а мы должны дойти до определенного морального уровня служением через идеал непосредственный контакт с ним, а восьмой день, это уже суббота человечества, когда возникает непосредственный контакт, который мы еще не пришли, но необходимым условием является достижение определенного морального уровня, а для них это уже как бы прошло, они уже там. немножко объясняют с дом и амору, что же самое, мы уже пришел, уже все хорошо, поэтому размножаться не нужно, детей не нужно, и чужих нам тоже не нужно. Ну, это я правда не слышала, а вот это вот маниту к этому все время возвращается, и он, ну, там, мусульян садильный вопрос, почему у них хамиши, тоже совпадает, как бы все хорошо, но это вот эта вот картинка, она действительно, ну, я не знаю, что здесь следствие, что здесь причина, но они видят себя как уже способными, и человечество способное на непосредственный контакт, который, в общем-то, обещан только на уровне святости, не просто контакт, но контакт уже на уровне святости, который, в принципе, должен быть когда-нибудь, но после того, как кончится седьмой день, когда мы достигнем необходимого дня, если не достигнем, то не можем туда попасть, а они придумали хороший фильм, что их кто-то придет и спасет. Ладно, можно пару слов? Да, да. Здравствуйте всем. Да, так как тут говорится о христианстве, я как представитель бывшей, 27 лет, был в двух разных деноминациях, и я вот особенно, что не Хамас сказал в конце, я согласен, потому что я даже сейчас у меня знакомый с которыми, ну как бы вот так приходится немножко пообщаться с христианами, они тоже самое и говорят, что говорит, вот если мы там что-то сделаем плохое, ну Христос все простил, мы просто придем к нему, и все, как бы даже нету такого глубокого, глубокой чувы, не надо как бы делать, вот то, что не Хамас сказала, да, как бы есть такое верие, они верят, что вот все уже сделано за них, вот как бы, да, и то, что вы Натан сказали, что не надо там дальше развиваться и строить мир, вот в котором мы живем, я тоже так думал, я чуть не как отшельник был уже в конце, потому что я не видел смысла в этом вообще, христианстве, но ничего не двигало слава Богу, что вот слава Богу, что все так двинулось и да, ну, еще, конечно, христианство, оно очень много важно, там много динаминаций, свыше 300, 3000 даже, так что у них есть от того, что вот то, что мы здесь говорили, и от того очень-очень, что как бы они уже даже сами там в креста уже не верят, уже такое есть, не как развивается, то есть люди, которые живые ищут общение с Богом, ну, вот эти последние времена, наверное, это и происходит, находят они, находят, и я нашел тоже этот путь, я очень рад, тоже, вот мое такое, немножко христианство такое вот. Я хочу добавить единственное замечание поводу христианства, когда, так сказать, мы будем искать и найдем виноватого, виноватым окажутся в том числе, как всегда, евреи, которые воду выпили, да, то есть Раф скажет, что в том, что возникло христианство, в том числе, виноватые евреи, что они были на нижнем уровне и не могли, и не были готовы и нормально влиять, поэтому влияние от них было взято на неправильном, на соответственно, то есть опять-таки, немножко намеком, это очень четко проскальзывает, в том числе, критика евреям на возникновение христианства. Это моё добавление. Большое спасибо, Саврус. Кто-то ещё хочет что-то сказать? Да, Натан, добрый вечер. Слышно меня, хорошо? Да, Виктория. Да, я хотела бы напомнить, что вот как раз на прошлом уроке мы рассматривали два вида служения Богу, и вот как раз вот это примитивное служение, оно, приближаясь к страху, оно как раз, наверное, со временем и переросло вот в это христианство и православие. Безусловно, конечно. Безусловно, но просто на прошлом уроке было мало урока, ну, то есть мало народу, вот, и дело в том, что Раф Кук, он очень последователен вот в своих, в своей книге, то есть у него от этапа к этапу идет. Вот, поэтому в иудаизме важен вопрос намерения. А без правильных намерений, где вы их возьмете? Правильные намерения вы возьмете только в Торе, чтобы ваше служение продвигалось от нижнего к высшему. И так вы справитесь, я думаю. Я все. Большое спасибо. Хорошо. С вашего позволения, я извиняюсь, если кто-то еще не смог высказаться. Я хочу закончить урок. Если кто-то хочет, тем не менее, что-то сказать, важно, я буду рад, если коротко, потому что наше время успекает. Да, пожалуйста. Хорошо. Тогда с вашего позволения мы расстаемся. До следующей встречи. Большое всем спасибо. Я очень рад всех видеть. Огромное спасибо. Спасибо вам, Натан. Спасибо большое всем. За завтра. Спасибо. Рим, вот вы где. Я? Да. Спасибо огромное. Вам спасибо, прежде всего, за переводы. Прекрасно. Спасибо. На здоровье, с радостью. Спасибо. Всем до свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Всем спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok